Лето – время детских площадок. Каждый ребенок индивидуален, и если одному нравится заниматься в театральном кружке, а второму выращивать растения, то лето – это как раз то время года, когда нужно организовать для каждого возможность заниматься любимым и интересным ему делом. Специалисты по работе с молодежью Славянского района стараются сделать тематику площадок разнообразной, так сказать, на любой вкус. И одним из таких тематических летних объединений можно назвать площадку-допризывник, которая уже вовсю ведет свою работу. Сложно представить себе лекции, на которых бы мальчишки-подростки с интересом сидели во время летних каникул. Но такие лекции существуют. Их проводят опытные наставники на летней площадке, которая называется «Допризывник». Практически каждый мальчик в душе – воин. И такие знания, как армейские чины, рода и виды войск, их особенности для будущих защитников – интересная и полезная информация. В полной тишине, чуть ли не сдаив дыхание, слушают они рассказ о принципах работы автомата Калашникова. И, конечно, когда дело доходит до практической части, разборки-сборки автомата, желающих попробовать себя в этом деле много. А еще для тех, кто записался на площадку, подготовлена интересная программа. Одно из мероприятий – экскурсия на территорию воинской части, расположенной в Славянске-на-Кубани. Ремонтно-эвакуационный полк рад встрече гостей. На территории ребят познакомили с боевой историей части, с теми, кем гордятся славянские ремонтники. Подробно рассказали ребятам и о военной технике, расположенной здесь. Прикоснуться к настоящим боевым орудиям – эта мечта мальчишек стала реальностью. Возможно, что для многих из них такое близкое знакомство с армейской жизнью станет поводом связать свою судьбу с защитой Родины. А кто-то только больше утвердится в своем желании страну защищать. Я пойду в армию, но я, скорее всего, поступлю на моряка, либо на лётчика, но в зависимости от того, как буду учиться и определюсь, на кого. Да, призывник – это не просто развлечение. Для тех, кто желает, он становится первой ступенью по военной карьерной лестнице. Наша площадка имеет большое практическое значение для подготовки ребят именно к службе вооруженных сил. У нас многие ребята отслужили в армии. Можно в качестве примера привезти нашего одного парня, который четыре года подряд ходил к нам в лагерь. Сейчас он служит на контрактной основе воинской части нашей. А до этого он служил в срочную службу ракетных войск и стратегическом назначении. И вот он рассказывал, что когда он прибыл туда в часть, то то, что он изучал у нас на площадке, то есть оружие, там различные строевые приёмы, физический поток, то есть всё это ему очень пригодилось в армии. То есть он был на голову выше тех, кто пришёл из других регионов и практически ничего не знали. День в допризывнике проходит насыщенно. Получив порцию знаний и навыков, парни получают и порцию вкусного обеда, которым их кормят на комбинате школьного питания. Смена в допризывнике длится всего семь дней. Но по опыту организаторов и этого времени мальчишкам достаточно, чтобы научиться основам военного дела, а также подтянуться физически. Мария Климова, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События».